всем привет у нас сегодня выпуске вина мастер 30 тира это дымчик у нас будет играть на этом герой и жора с возвращением всем привет здорово здорово да выходит на фб сразу же хлопнули он пошел варды чек из можно даже поставил вообще не знаю его веник не прокликивал мы этого пока что не можем узнать но наказали просто и при этом фаба оставляют земельки всем привет куча интересных изменений в нашем регионе и не только и восточной азии в европе вот и куча игроков с разных регионов в этой катке будет интересно посмотреть за следующим сезоном потому что говорят панды там распадутся напополам поделятся слышал такую новость слышно одна команда будет включать там себя одних игроков другая команда оставшуюся часть вот тундра поменяется полностью потому что два игрока ушли в фальконс и там амар вместе с мэл райном пост в телеграме у нас сделали по поводу этого состав чека интересного ты не подписан подпишитесь обязательно как-то с тобой даже в ролике обсуждали насчет того что вот он райан и амар кореша и возможно что-то будет такое интересное но вот произошло друг друзья будут вместе играть интересно и miracle там сумма и вам вроде как планируют снова играть кайф кайф быдбум вроде без изменений спирит где пропустят следующий турик ну короче будет очень много всего интересного без коса сформировали свой состав и гэ там что-то мутят тоже интересное артизи вроде как и шопифаев должен уйти куча новостей сплетен и все вокруг этого сейчас крутятся ну и давай наверно перейдем к иномансеру я не знаю игроков которые играют лучше чем нуждаем на антеннике но да на таком уровне как будто бы единственные на таком уровне у кого-то 30 тир веника забавный факт вот и второй раз говоришь про 30 тир веника он играет на смурфе и к сожалению ребята видят бронзовый тир возможно просто за плюс не купил у него короче на мэйне 30 тир у него очень много маму матчей на веномансере и он единственный кто пропушивает тему с тем что веника надо пикать и хочу сказать то что вот несколько с ним играл с его веномансером у него всегда огромный творц и был момент когда мы не знали кого записать что трейд происходит давай прервемся продолжает родиться до талава и stick до тоненького прям на последней секунде жмет по итогу они вроде как вышли в плюс собрав kill но теперь они без ресурсов так вот искали катки какие-нибудь на веники у дэма были игры но они были очень долгие все на мимо царей в каждой игре у него был ворс приближенный к 5000 на 10 минуте у него свои фишечные билды на веники то есть никаких вот этих аур не всегда он собирает ауры у него очень часто в приоритете стоит именно аганим вот и в этой игре он купит себе мидас аганим но фактически аганим первой шмоткой ну ты будем сейчас смотреть как он тогда гоним реализует в общем то смотрим смотрим дроп мускай могу шмотки sky sky тп на базу до нажал или он умер и потерял как-то не обратил внимание поэтому он на ноги идет но это неважно потому что веника по сути линия прям под ним стоит и что вам нужно понимать за веномантера начали покрамили на лейнинге это ваши папаш поварап вы в принципе на первых ловлах достаточно сильный потому что гель не дает двигаться оппонентом гель вы подмакшиваете вот и за по хорошему линию поставить так чтобы он стоял под вашим тавером и но замедление от 1 скала можно было по максимуму использовать и накликивать в челла соответственно забанить маленький нужно сапорские дела с тела и пугна очень два таких быстро героя да слушай очень даже неплохая линия веномантера но первых ранжевики оба до луна так 50 на 50 но все же она может как-то на на рейндж этом бимом под добить веномантер очень хорош как герой на ласпик как мне кажется особенно если ты понимаешь что ну как бы делать по игре об этом мы попозже поговорим что делать и как выигрывать сейчас он кинул гель и интересно почему просто по фану чтобы пробить чтобы пошел к д и возможно сейчас смотри луна сфокусирована на добить и крипов и когда линия к венику оттянется там уже по сути гель снова новый откатит а он еще раз в него хочет нажать да и четко по таймингу получается то есть за 105 маны он просто с третьего уровня начинает и так понимаю с памяти первым первым скиллом дропает брусок бурса кстати в по вполне себе прикольное приобретение потому что у героя универсалов что ты получаете чем больше уровень там тем больше у вас урона с руки тоже становится и сейчас вот пугна немножко подзади под задержалась до сразу же бегут на нее пытались поддана и не получилось волны хорошо убили саппорта и теперь не даем луне качаться по максимуму дура им ее прессингуем если есть такая возможность и оттягиваем опять линию к себе очень маленькая уже было на гель и будет это не даром уровне уже откатил призна фишка в том что он длится 15 и перезарядка 20 то есть окно очень маленькая замедление 50 процентов сразу но и каждые три секунды получается враг должен все быстрее быстрее двигаться сначале замедление очень сильно и потом она снижается у 2 белки просто периодический уран в секунду и замедления ничего такого спектрой там что-то происходит ставится пауза но я сейчас быстренько пропустим бывает смотришь на тиммейты и понимаешь что такому уже ничем не помочь да и зачем однако на эпик лути уже выпустили свой временный режим которым нужно помочь кунки дойти до сокровищ и забрать ценные призы тактик тут ровно три за каждую вы получите свои награды во первых вы можете просто дойти до чекпоинта и забрать пару микро приколов во вторых все ваши шаги копятся а за них можно бесплатно открывать мега сундуки и наконец в третьих по полю разбросаны руны за которые вы также можете получать предметы сундуки и баланс на сайте так что будьте внимательны ведь у вас есть всего четыре попытки в час не стоит терять время впустую кстати дополнительные попытки можно получить в бесплатном battle пайс и там же дают бесплатные арканы за каждые 15 уровней и плечи на эсэфа за полное прохождение ссылочку на эти ништяки я оставляю в закрепленном комментарии там же будет промо на 15 процентов пополнению и дополнительную попытку для мини игры что возвращаемся к нашей линии пугна вроде бы опять подставляется под гель до подловил я причем он ну тут нажатия кнопкой конечно и думаю что на веники прям сложно и честно попадать кнопкой особенно если у тебя там очень высокий тир но все-таки какой-то какой-то минимальный опыт должен быть по нажатии для клавиши и вот он на максимальной рейндж просто подцепил и 4 асиста блин это очень печально потому что мне кажется что ну учитывая что веник самобольный герой хочется как можно больше именно в себя вложить начале чтобы потом наращивать ну там и соответственно заметь еще берет себе пояс на силу то есть у него все на то чтобы максимально стойким быть на линии по логике вещей если веник проигрывать линии то зачем это нужен просто просто по максимуму в статы рейн дроп и stick контролем лотусы постоянно вот и заметьте разные него подходы вот порой на пару раз про спамил гелем просто чтоб под пробить до всем в долгу как-то старается про пробивать просто раз кнопка не в кд а порой понимает то что какой-то пугну загулявшую в диспозиции можно просто наказывать есть до того прям бежит за ней и фалует этот гель ну если когда только только враг далеко заходит вы сразу наказываете вот наступает самый кайф именно мазера шестая минута саппорт и во первых сейчас буду стягиваться подмит контроле труны через минуту у них руна xp на венике стоишь просто балдеешь потому что ну реально очень много можешь фармить и раскачка в целом оптимальная 22 и потом змеек берешь все пошелся бы еще кота пульта выходит под тайминг то есть вообще супер идеально и супер кайфово вначале вот 6 минуты так вот начинать поддавливать свою линию нужно контролить постоянно какие герои вас могут убивать на карте тут хоть и магнус магнусу очень неприятно против веник играть постоянно змейки светят блин к нам буду сбивать не очень комфортно и товар потихонечку открывается что он сейчас будет делать на мастере классно играть против героев которые выжидают куда свою позицию чтобы ворваться файтом марс тот же самый уж тот же самый в общем на пудже вообще супер неприятно против веномальца играть эти змейки они постоянно тебе позицию ломают постоянно тебя светит как хорошо фармится по сути первые змейки 2 яд на змейках тоже я дублируется ваша 2 белки прям максимально быстро качаетесь анкаде даем это один из тех человек ну в принципе что очень даже логично он контролит змейками я вот сейчас ты контроль тоннель нет потому что не видно его выделения но очень часто я замечал как он именно управляет змейками направляет их ну просто кто не знал ими можно контролить льдович доктора и так далее вот и купил себе получается опять же почему не супер быстро мидас потому что нужны какие-то минимальные статы в это купили брусок купили манереген появился тоже и вот после этого вы уже фармите себе мидас на веномансе ридем по себе покупает по моему 99 процентов случаев мидас слишком он его рейтит и вот заметьте важно когда вы фармите бить постоянно разных хрипов потому что у вас и как бы урон от руки и отравление естественно происходит нет смысла ковырять именно один таргет вот он просто заседает в этой области рано или поздно вы сломаете вышку на веники потому что вы очень противный вообще об вас руки марать и часто не хочется особенно пиком вражеской команды и вы сломав товар не старайтесь наверно куда-то пути вы забираете вражескую часть карты и самое что фишечное на веники как мне кажется это нынешний керри как они делают они слитовы потеряли они уходят в нижний лес получают там ауру допустим регена сверху возле колодца святилище а снизу ауру мана регена то есть им очень выгодно нижний лес или супер верхний лес фармить и веник один из тех героев который может спокойно заходить и причем выходить очень безопасно потому что ты змейки используешь еще и на вижу вот и таким образом ты контролируешь прям львиную долю карты возможно даже стоит себе об скупить чтобы пространство на vision было больше вот и посмотри вот просто на карту он забирать вот такой вот кусок мапы в соло буквально на веномансере тут магнус подбегал пугна подбегала луна тоже выходит и все эти герои как бы стоят на венике и под веника при этом очень удобно муваться потому что он открывает как бы пространство для своей команды вот они уже тут сместились под него просканили луну единственное что сентри не поставили и если посмотреть глазами вражеской команды стоит tops при этом стоит observer получается там где сейчас видж доктора справа от лестницы такой не не типичные из-за этого у нас спокойно выживает все пошел дальше кач просто параллельно вот смотрите он двигается в мид чтобы дефать вышку ну потенциально хотел это сделать он тоже подфармливать ставит параллельно змейки то змейки должны прям спамиться возле компов и для во рту и для вижу на и для фарма пока ты кликать пт на интеллект очень сложно подходить герою постоянно себе информацию змейками дает со всех сторон начало против этого персонажа играть очень сложно потом и же там смоки какие-то жмут постоянно потом потом это выгодно делать в этом рошана потом открываете после убийства на каком-то герой вышку забираете просто постоянно жать смоки в этого веника немножко впадло плюс dota все также сохраняет тенденцию что много героев фармят все богатые вот сейчас вроде как вышли на него и он хоть и может тут под нагадить я думаю есть смысл но он хотел успеть зайти как-то поглубже не получилось вот если веника заходит мы видим умирает он очень легко и он перекать свои команды ребят что ну тут четыре героя давайте что-то делать но команда пока просто под мидом стоит даже не пытается напасть магнуса почему они не пытаются напасть магнуса что видишь доктор 5 уровень без моледикта sky mag 4 уровень еще очень все плохо на самом деле у команды без лоблов на саппортах прям невозможно играть сам все центре покупает у них спектр отсутствовало первое первое первой половиной игры поэтому приходилось и контролить наверное из этого пошел просадок сильный ну да и при этом он дрейд просто стоял против крипов купил диффуз и уже невозможно лени против него обидно обидно ну что ж мне даст почти готов главное не умнываем обычно если видите своего веномансера я раньше как рассуждал я вижу веника я понимаю что этот герой сейчас 50 на 50 постоит линию в моей команде а потом просто ничего делать не будет но у дема немножко другая реализация не руинит покажите витаминка из игр которые смотрели мы тоже задаем он часто приходит ломать мид вышку допустим если все в боте прокачал и понимает что мид тавр врагов может спокойно упасть либо он может задать свою мид вышку он летит мид спокойно соло может стоять и дефать и вот в эти моменты если просто вы пассивно качаетесь под мидом нужно команде сказать ребят не стойте тут я тут сам все забираю идите играйте до другие линии вот ну тут у них товар очень быстро упал потому что пришел здоровый ландры ты как бы сломали они в пятером это вышку поэтому даем туда даже не стал стягиваться не стал руинить себе тайминги потому что в его понимании у него очень сильный герой вот возможно мы увидим и честно вот прямо сейчас у них настолько минимально шансов победить как мне кажется врагов очень сильный очень давящий пик слишком большое преимущество чазак и закрепят и просто но они даже в сухой кач могут играть спокойно с лунной магнусом и ландруидом и все их устраивает так они еще и вышки забирают и из-за того что они забирают вышки такими героями которые как бы и качаться хотят они получают очень много пространства на карте из-за этого фармить очень выгодно пробовать добить но сюда же не смогнуться хорошо мануса заберут и спектра выжила что она еще гель по мишке пошел нормально плюс кел первый с почином как говорится совет немножко мишку успел сбить он не увидел забирает мишку нас так и запуганный можно пойти супер земелька любит такие файты зашел чисто подзарядил весел кнопочки кидают чем веном от серпле земель а присаживать хоть долгий и противный может быть файс если вдруг вас не забер стиля а вот так и получилось что напали на спектру все кнопки вдавили потом просто приходит земля с веником и говорят о пачке ребят а вот и мы против такого пика без бкб вообще невозможно играть и белый вот прям максимально быстро нужно его покупать на луна манта шарит бкб базовый билд медведь пока но приблизить и не будет пока выбрать вначале точно то магнусу в целом тяжеловато будет эту игру играть но он прыгает и прыгает с концами вот он тот самый аганим очень быстрый в целом я думаю вот правы мы затрагивали тема я думаю даже какой-то пайп будет интересен если у вас такой же хороший тайминг вы купили себе мидаса при этом пайп появится в 15 минуте почему бы и не да то против определенных пиков это очень хорошо работает где врагов львиная доля урона это magic и опять же заседает на комп и он очень часто пускает змейку вот заметь на маленький комп он даже не добивает он понимает то что змейки сами справятся вот и змейки добиваю то есть не отвлекает до талого как на бресткинге со скелетами да ты не должен полностью добивать кем потому что скелеты добьет велико это на свой аганим максимально говорит чтобы команда холодил аганим еще прикольный тем то что за 4000 он дает тебе почти 500 хп до 400 и просто там все вот хотелось бы наверное теперь по map-контролю поговорить что вообще к тем хочется играть как они хотят играть на карте веноманс я достаточно сильным да у него 12 уровень ульта очень сильно замедляет кто не знал там начальный урон в 150-250 на втором уровне урон от максимального здоровья идет еще в процентах четыре процента вот именно от максимального то есть всегда будет актуален это дэмидж на любой стазе игры даже если у героя мало хп он будет как бы сжигать очень сильно и при этом через пять секунд это хреновина ульта отлетает еще на соседние цели на сегодня героя вот поэтому это очень сильная кнопка но у нее большая перезарядка особенно на первом уровне 120 секунд новый враг при этом вообще не двигается под этой способностью вот что что касаемо по карте если у вас земля пиктора в целом вы очень мобильные по карте и вы должны играть с тем героем как бы который самый сильный это это веномансер контроль часть карты и вы под него просто бегаете землей их спектра жмёт кнопки и супер просто мув нажал то есть он слишком как-то дословно понял то что нужно с веником играть он буквально через полторы минуты бегал за веномансером и правильно подмитом могла быть какая-то стычка но эти временем собирают рошана опять не добивает к опять идет в мид ставить змейки заранее сам даже особо не показывается так на дистанции стоит как мы видим змейки прекрасно фармит и без участия веника и у него золото просто тикает пиликать на топ сразу же но враги очевидно в топе забрали рошана и в целом у них две опции пойти дальше качаться с аегисом до больше наращивать преимущество потом позабирать вышки либо забрать т2 автопе если они чувствуют безнаказанность и иметь еще больше карты и вот тут к сожалению венику знаешь как он же мог под ботом быть в теории да также плодить змеек и зеркально трейдить но конечно он делает это гораздо медленнее плюс до этого оппонентов не было видно до того как стало известно что они рошана забирает плюс ко всему он хотел добить это загоним поэтому ну не затрайдили ничего страшного очень много вардов соперники наставили весь вес вижу не хорошо что не в него напали потому что сейчас он на веники может поисполнять там по трем героям отлетела ульта но пока что дэмэджа не так много ману восполнить нужно они просто лишаются всех вышек лон друид такой вот геройчик очень много кача не прям сильно проигрывает до неприятненько почитал сейчас по поводу агана и на самом-то деле аган аган сильный что вообще делает аган вы добавляет старый ультимой только он теперь пассивный если веника убивают либо эффект геля заканчивается об вот так вот работаем промазал кнопочкой очень важный потому что от геля зависит ваш аганин хорошо хорошая позиция с прекрасной дмэл он просто забивает до смерти двух саппортов и полу не дать дэмэдж нормально минус аегис веник сбивает этот самый момент работа очень неприятный магнус не может пройти рп дать ничего не может сделать так себе воду агана поезда нова старый ульт который работает в большой области распыляет яд но теперь он распыляет пассивно и при этом он срабатывает когда эффект геля заканчивается на враге или заканчивается даже раньше то есть если чел нажмет то манту на допустим у полу не нажимаешь гель нажмет манту по идее триггерит вот этот самый аганим когда владельцы позиции умирает или эффект веном сгель заканчивается на враге раньше срока владельца распыляет свет на следующий и уменьшающих сопротивление кстати тоже очень важно то есть вы этим аганимом снижайте резид всем даже не находясь рядом с ними и при этом как вы бустите не только свои белки но еще и белки тиммейтов главное что главное жить файте и нажимать гель только вот сейчас проблемка возникла у него гель не замок шин это раз был не замок шин у него был 12 уровень во вторых он не взял себе талант может быть овер геля в три взять себе талант пораньше что просто за файт успеть как-то нажать два раза он конечно скеллиться там по дамеджу на перезарядка будет поважнее по ощущениям просто из-за ульты но увидим увидим мира себе форсик чтобы пожить тоже такая фишка демо чисто форсик брать и вам брейс на интеллект что добавляет еще больше урон то есть источников дамы же очень много игрой чем быстро формить если его оставить минут на десять он мастер может выйти очень огромным ну типа такое может часто случаться на небольших рейтингах поэтому на байля я думаю может для многих будет полезно волну в лесу может очень быстро выписаться за счет своих змеек он может просто все всяким по выталкивать хорошая позиция часами на мастер ульта сработала там очень неприятно чувачкам ульта сработала по моему второй раз куда ты куда ты ты умираешь так немножко подвыть и подвыть и подвыть и поставил змейку гель нажал так ты умер нам адресе если по не нажмешь сработает же ой спасибо что завез туда сработало его хреновина и посмотришься что с хп ломбрейда но он конечно еще и по 20 он под море дикта но сейчас просто умрет ладно но не очень немного осталось это еще ровно лично поэтому если вы умираете нами на монстре ну конечно вы тоже за импактить тем что при смерти вы тоже взорвете загоним и поздно стинг поздно вы точнее вот но лучше конечно жить и потом еще нагадить тем что вы при смерти распустили ульту просто разлет от 550 от этого урона нельзя умереть но тогда немного урон по-хорошему конечно чтобы змейка била чтобы какие-то эффекты еще висели от первого там от ульты и шарли покупают у меня на мастера становится прям много кнопок в примере одну по картинкам до появляется вот and toxicity еще одна способность которая тоже наносит немножко урона в секунду но при этом если враг нажимает к примеру манта стайл любой диспл бкб то под шардом веноманстера он станется и как бы неважно что за дисплей то есть любой дисплей против пеника работает даже хуже были случаи когда веноманстер жал все скиллы в героя герой жалоба к чтобы не умереть да и ты паут и нажав бкб он тут же станется и соответственно просто на месте еще 2 секунды стоял офигенная офигенный шарп но она проблема такая в игре получается да ну вот там проблемка такая что рейндж по умножатия шарда очень маленький ну такой среднем маленький а 800 ну ладно не такой уж и маленький целом как как рейндж гели там или ульты плюс-минус такой же аркетов и еще один получается устой источник урона контроля у врагов манта бкб на луне представь ее лицо лунных не заметил что веник кликнул в тебя или кнопку бкб нажал хочет бежать бить а не получается или маг в моменте в драке сложно заметить то что на тебе что то есть да банально знаешь из себя веник выпустил скиллы но ты порой не можешь не нажать бкб да или не нажать манту если в любом случае должен нажать чтобы хоть что-то скинуть себя и при этом ты серна стоишь станет ультра бесячая история пишу как 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 не умирать вот на этом героя 1900 хп должен постоянно стоять каким-то таким вторым номером поэтому по-хорошему врагов не должно быть героев по типу спектры и шторма до любые герои которые быстро заключают дистанцию для веномайсера это проблема здесь в принципе таких героев особо нет вот магнус только но это немножко не тот герой магнусу вам нужно блин использовать чтобы до веника добраться а блин сбивается поэтому до спектра шторм кто-то у нас еще быстро до героев может добраться до какой-то походе пак я думаю пак феноменально крутой в парк неплохо вивер кстати говоря всегда был контр пиком на линии по игре вот метовый вивер против него стоит линию просто невозможно но что вивер стрим скиллом игнорит все замедление вопрос т.р.п. по соловьи на монстры хотя он успел нагадить умножал и ульту получается и признаки взорвал своего вторую ульту аганина не приятненько почти добили ландруида земелька не в луна пропинула луна умерла тоже капец них fight конечно долгий они слишком много потратили веника не жаль р.п. они сразу его не убили он успел еще ульту вдавить по луну потом еще разорвался земелька залетел тоже с веслом удачно и просто по итогу я хочу посмотреть сейчас итоги да и боя же интересно посмотри вот он ничего не сделал нажал просто ульту и умер до этого он умер самый первый за секунду и он почти 5 тысяч урона нормально получается что хочешь сказать даже если ты можешь умереть прикольно будет если чтобы тебя убить потребуется каких-то три героя контактного до 4 который даже если я убил очень быстро ты все равно по ним пройдешься своей кнопочкой и дровка раньше была еще хорошим героем вида мансера линия очень хорошо стоит на дистанции держится постоянно замедляет и по нее кнопками по ней не можешь попасть но дровки сейчас не играют против да плохо хочу с герой уже устал смотреть я сейчас на 45 героев опять мете ck спектра вивер луна мэр то ну может на доводит но все игры свой дом что видел в маме тяжело на войде играть так вино мансер пытается выжить выжить не получается но опять же успел под нагадить под нагадил неплохо и вот теперь тиммейты дерутся вроде как хил по луне пошел на хватит ли нерпашечка у ее куда ж ты клуни то подвозишь скоба который от руки добил хорошо у нас играла но добили тут я думаю не очень много ровно и не внес итоге боя 2 100 тут он даже понажимал какие-то кнопки не так много дэмэджи враги видишь что делают они просто добираются до этого веника и на самом деле они тратят 2 бкб что магнус то луна они нажали по бкб и и потом во первых хватится тяжело потому что спектра и земелька они чесит не отпускают им нужно еще что-то на выживаемость гост то имеется чтобы еще купить спектра хорошо там вот прям спектра уже в игре полноценно ну да он не видел медас купил блэдмэйл купил у него в принципе пространство было это реал да но хороший выбор принципе там четыре героя физой бьют только пугно единственное неприятное да приятно собирается еще и терял из того самого госта против магнуса ландруида и луны отлично работает гост и при этом к я тебе нужно дает чтобы усилить каждый твой белку тебя 1 2 3 4 5 6 6 источников дэмэджа магического и ты покупаешь себе к я потом еще и блэй чтобы вообще все шлифануть максимально большим урона два раза плюс 10 сейчас единственное что он достаточно агрессивно стоит и с ними нет земли но это на самом деле это ошибка земли и вот так он он выходит но что мешало оппонентам снова взять и магнусом его привести земелька не был готов он бы просто умер но магнус землю не видел судя по всему аспекта прилетит спектра первым номером она и она как-то не очень хочет заходить все закончился это прямо да там просто поразлеталась ульта веник во все стороны еще раз можно гель нажать нажал гель по всем челам неприятно сейчас надо чтобы гель закончился и ульта взорвалась шарди кинул на лондруида лондруида диспл ладно я ошибся там короче такая история что если гель заканчивается сам по себе то он не триггерит позе нового то есть врагам нужно за диспелить чтобы позе нового за триггерилась обязательно нажать манту почему он в мишку нажимал гель потому что у мишки шард и шарт у него раз таки дисплом угол да это каждый раз когда мишка жмёшь сэвэджерор чтобы получить этот бит диспелить что-то с медведя взрывается веника хреновина то есть по-хорошему тебе нужно гелем цеплять и волос если интересно а если брю мастер будет диспелл свой кидать с панды по всей вражеской команде но это шуты не диспелишь тиммейта эффекты но если брю мастер за диспеллит со своей команда если за диспеллит то да да так не сработал сработает у вас проще говоря тебе нужно на веники искать того юнита который точно себя скинет ну по-хорошему это луна потому что у луны буквально три айтема на диспелл это манта сатаник это бкб чтобы он не нажал сработает вот эффект пользы новые на 10 секунд оба к башке уже 6 секунд из любом случае ты и сквозь бкб как бы на нанесешь с уровнем бкб работает не так как раньше либо на мишку поэтому он на него при фаером в том файте и нажал гель когда выходил на пачку вода земля был далеко против урок на хороший герой будет вина мансер ну да но с одной стороны хорошая с другой стороны уроков как бы на линии вообще не дает вам первому скалу существовать да и по и потом по игре тоже неприятен и еще второй скилл уроков есть я думаю что уроков вообще как быть даже контрпик но он и леген режет на мансере теории да хотя он вообще режет час реген да вроде да где-то я натыкался на информацию раньше талант у него был по моему сейчас не знаю ладно давачественного файта браки очень быстро рассыпаются на профиль на мансера сложно делать вот собственно за диспейлил тут же ульта в мишку челом супер неприятно гель по всем чистота умрет на при смерти тоже не работает ладно все умерли по итогу короче гель в медведя имба какая-то до гель медведя супер офигенный даже если он скинет эффект первого то ты будешь отравлять всех кто рядом и вот сейчас показательно да как веник от хэграунда восемь тысяч двести урона занес крайне много слишком много 8 200 вот поэтому бед не блэйд готов талантно замедлить на 10 естественно на перезарядку на 15 замедление от поздно стинга который на змейках тоже работает по моему ну точно работает и а вы свою талант на 10 снижает восстановление здоровья на 15 процентов пропусти а слона я и не заметил как говорится поговорки вот он до суши интересно но как будто дэм никогда не будет его брать потому что он играет через огонь им но это все такой очень ситуативный талант если конечно много таких героев которые восстанавливаются здоровьем можно его мне кажется брать ну может быть может быть надо надо смотреть конечно может быть даже какой-то билд суммарно свой слон будет хороший вот именно этот талант и весел где-то не через огонь им играешь ранний там увидели с магнусы края башер есть спикры по идее на магнусе не может ты повдавить если есть башер что у что улетел на лакоба еще было там вот маша бета-паут но они за у него вашей не было он бы мог сразу просто понижать хочется блин к на такой мино-мансере увидеть теперь или тараску какую-то чтобы успевать подвыть чтобы жертв не очень бы чувствовать все тараску берут тараска никогда не ошибка видел фишман на аппарате играет шива тараска на 45 ок 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 взял себе армор в индикатор так спит плюс армор сопровождение замедления 30 20 процентов так норм больше наверное для брони взял 13 броню вина мансера это очень мало полезный артефакт был бы наверное для луны и скорость атаки есть и сопротивление замедления против вина мастера вообще идеальный артефакт чтобы сейчас дает сопротивление замедлением сила или что все силы ручек у ю ю ю там еще ультимейт прожимает луна а чей-то форсик был штук и мага на скаймах скаймах молодецкой это рассылал момент сильно опять же потому что магнус недостаточно хорошо сыграл все сделал очень медленно мы тут грязь веник не умирает он супер позиции он сможет сейчас нажимать кнопки потихонечку там саппортов еще отравляет еще иллюзию заберут новинки промазал станом паской могу так бы хотя бы за трейдился вот в этот раз урон не успел залететь большой потому что героев слишком быстро стерла категорически большие числа мы видим когда вина веник в долгую дерется что теперь плотность айон айон . хорошо и талант на двадцатом уровне полтора процента к урону от максимального здоровья у ульты не гонимный просто нынешние ульты кликабельный и суммарный процентажный дэмэдж теперь от ульты семь с половиной процентов от максимального здоровья на пять секунд очень большой кусок вы вырываете там 10 процентов в секунду тут что-то около того 2 тоже забирает х по 1 забирает хп и blade нажимаешь иногда же ты чукуешь и прямо очень много источников дэмэджа и все они такие постепенные на руна иллюзии нормально идет захватывать какую-то через карту до спектра готова прилететь отпушивает линию и веник тащит себе металлити бустер под байт или на иллюзию красиво там уже спектра полетела на спектра полетела не самым лучшим образом что она под всеми врагами находится но по ней фокуса нет потому что видимо луна нет файте забирают медведя гель по трем героям есть рп по спектре аналог дисперсии дамажит очень всем неприятно нам диспо произошел и поэтому веника ульта сработала она кстати имеет перезарядку хых первый раз такой вид только сейчас обратил внимание что перезарядка 10 секунд начала стерла а ну или он было покажите это будет там спектра с дисперсией нанесла просто триллиард урона хорошая кстати комбинация героев с коровением танчит 1 2 наносит урон периодически но оба наносит ром центральная башни сил света не хотят нам эту вида показывать да а почему так может просто видишь доктор хиллит я не знаю почему не показывают это либо страна их открыть самостоятельно наверно никак нельзя на ставить снова змейки на вижен потихонечку ломают минус глиф там есть еще второй глиф точно будут жать он не буду жать появилась девять тысяч девять урона 13 раз пойти нажал в змейке туда не забывать память пойти блок лагвард третья ваша способность потому что мы второй скилл накладываете который замедляет и тоже урон уносит то это очень важно чтобы эти змейки все время кого-то цепляли нормально мид успели сломать быстренько потопались что даже частично тройку он мог бы про фармить но враги слишком быстро весаются поэтому я думаю отсюда надо подрулить земля мертвый спектра ну хоть и прилетит он говорит что га удраться тут но я не уверен что это хороший кол тут не будет не видишь доктора не земли поэтому лучше выйти отсюда под нагадил а здесь пол нажал и блюд я число умрет везде да он умирает и z вот тебе и дм чина под подсетапил змейкой змейкой дал vision возвратился дал vision спектре которая прилетела и просто их тут съедают для получается остался в тройке красоте не произошло там уже из земли свежок там успели подрулить теперь по итогу просто можно будет ломать теперь можно его заканчивается аура нифига таланту веника видел 25 уровень аура и замедляет атака на 200 не ничего так ничего не интересно ну не за может быть змеек берут но очень интересно было бы посмотреть на этот план но 200 это много ну да что кому-то часто и твой таргет твои ульты есть герои коры которые прямо завязаны на скорости атаки на какой-то силовик там да и на кейдом риски не допустим-то не ультанул там у героя просто 0 так спит просто бить а тени тени вообще не сможет быть запрещено 5 секунд причем работает этот эффект ну что ж вот такая катка на веномансере получилось 53000 нанесенного урона и что можно почерпнуть как бы как бы резюмировать эту катку вы на веники аккуратничаете с третьего уровня начинаете под спамливать прям гелем и в моменте когда можете убивать ходу саппорта лико разогулявшего вы убиваете продавливаете вышку забираете пространство очень много пространства фармить и свои тайминговые предметы когда команда кого-то идет в целом не против сделать то же самое или тпшнуть помочь команде постоянно расставляете змеек под себя даете vision контролите зоны и старайтесь вайте не умирать пока нажмите ну не нажмете кнопки да и все в принципе геймплей не супер тяжелый но нужно чувствовать как и любого героя в даче спасибо всем за просмотр пустяком это всем пока